Девятая серия. Мозамбик. Остров Базарутто. Приготовлена в Африке. Это прекрасное утро. В Африке, 7 часов. Виланкулос, день 24. Мы уезжаем из Агуанегра в Виланкулос. Наша цель остров Базарутто. Мы остановимся в Базарутто-Лодж. Дерек из Гонфишен эффектно нас туда доставит. По прямой, как идет судно, из Виланкулос в Базарутто 50 километров. Это займет 2 часа, но любое путешествие не обходится без проблем. Я до сих пор не знаю, была ли это вода в топливопроводе или что-то еще, но с этим быстро справились, и мы вновь поплыли. Мы вновь дома. Отличное судно. Отличное начало дня. Как будто едешь со скоростью 120 километров в час, высунув голову в окно. В течение полутора часов. Большинство людей на остров летят, но, на мой вкус, так гораздо приятнее. Базарутто-Лодж. Ведите себя хорошо. Базарутто-Лодж в пятерке лучших мест, где мы жили. Спасибо. Четырехзвездочный Базарутто-Лодж на оконечности архипелага Базарута – превосходный островной курорт. Он славится на весь мир морской флорой и фауной, дайвингом и рыбалкой. Мы заселились и распаковали вещи. Я сидел около бассейна, наслаждаясь полуденным солнцем и планируя, что приготовить. Тогда я услышал рыбацкие истории. Все рассказывают нам, какая тут рыбалка. На одну серию мы сменили название «сприготовлено» на «выловлено». Джастин хочет сказать, что у него закончились идеи для блюд. Для разнообразия он привязался к нам. Я больше не могу готовить морепродукты. Я готовил их ежедневно, днем и ночью, в течение трех недель. Возможно, если я сегодня поймаю рыбу, то вновь захочу готовить. Они считают, это нужное место. Пожелайте удачи. Попробую увлечь его рыбалкой. Джастин в Мозамбике уже три недели. Ближе всего он подвел рыбу на метр к судну, но она сорвалась. Это великолепный день в Африке. Кажется, готовить проще, чем рыбачить. А можно мне такую же наживку, как у нее? Пожалуйста. Вот. Дубль. Прости. Что это, Гард? Альбула. Хороший лов. Впервые на камере. Эту рыбу можно есть? Нет. Тогда какой в этом смысл? Ладно, закину еще раз. Нет рыбы, нечего готовить, нет еды. Если не поймаю пригодную в пищу рыбу с берега, завтра придется идти в открытое море. Мне сказали, там я обязательно что-нибудь поймаю. День 25-й, 5.45, остров Базаруто. Сейчас 6 утра. Мы в Долфин Бэй, готовимся к отплытию в Гонфишн. Если сегодня ничего не поймаю, не буду готовить. Так и скажите продюсеру. Тут все серьезно. Ладно. Мы в море вышли вновь. Здесь я чувствую себя бесполезным. Не знаю, что они делают. Я сегодня много улыбаюсь. Это называют бакет. Он нужен, чтобы не расплющить себя. Себя во время ловли рыбы. Но возможно, чтобы вытащить рыбу, мне понадобится вот это, а не эта штука. Ты знаешь, какова это ловля? Бесконечные часы скуки, которые перемежаются моментами полного хаоса. Так что будь наготове. Я к этому готов. Должен признаться, мне здесь очень нравится. В таком прекрасном месте, как Мозамбик, 99% когда не спишь, проводишь на природе. Сегодня утром Джастин с парнями отправился на рыбалку. Надеюсь, они что-нибудь поймают. Остальные решили подняться на маяк. Мы полюбуемся панорамой и посмотрим, как выглядит бас с высоты. Дэнни Кодыш. Дэнни, скажи, зачем ты несешь эту камеру? Потому что мы собираемся на прогулку. Звучит странно. Вон к тому маяку. Я пойду в самом последнем. Думаю, получится отличный снимок. Камера на земле направлена вон туда. Ждем, когда все войдут в кадр. Я сказал Даррену, он сказал, что хочет это записать и сейчас записывает. Итак, я сейчас скажу, что уже сказал. Можно поставить камеру и снять, как все войдут в кадр. Но станут ли они ждать, пока я поднимусь? Не хочется бежать вперед. Это начало очень длинного маршрута. В жаркий день, впереди высокий холм. Если можно не бежать, не побегу. Я был в море и прикладывал все силы, чтобы поймать рыбу нам на обед. Я ничего не знал о том, что остальная часть моей команды отправилась на экскурсию к маяку Базарута. Не следует забывать, что в тропиках стопроцентная влажность. Вдали от моря нет освежающего бриза. Жарко, как в аду. Впрочем, а где бы вы хотели быть? Видите, как я устал. Кстати, кадры становятся все менее четкими. У меня отличная команда, они ждут, когда я поднимусь в первый раз. Но повторять это я не собираюсь. Я тащу все оборудование. Дэнни, тебя подтолкнуть? Боже, подтолкни нас. Классно. Не долго, но классно. Этот маяк был построен в 1894 году. Смотритель маяка вместе с семьей жил в этом полуразвалившемся здании с 1896-го или 1986-го. Маяк возвышается над морем всего на 100 метров, но отсюда открывается потрясающий вид на залив Базарута и одну из последних колоний редких дюгоний. Это стоя четырехчасовой прогулки из гостиницы. Наша команда играет в «Змейки и лесенки». Я правда люблю природу. За короткий период времени, прошедший с 1986-го года, природа преуспела в стирании следов, оставленных человеком. Это нельзя не любить. Мы начинаем спускаться. Море меня убаюкивает. Мне нужна рыба, чтобы пробудиться. Джастин, что у тебя? Не знаю, что, брат. Она съедобна? Да. Она вкусная? Сашими. Пиламида. Сашими. Джастин поймал съедобную рыбу. Думаю, в этом большую роль сыграло судно. А еще важен выбор приманки. Спасибо, приятель. Один раз. Доброй ночи, милый. Гарретт выпускает у рыбы кровь. Это необходимо для приготовления сашими. Если решите использовать рыбу как приманку, пусть останется окровавленной. Это улучшит качество. В мышцах не останется сгустка в крови. Понятно? Не будет сгустка в крови. Иначе в мясе будут попадаться темные сгустки. Это неаппетитно. Если еще раз перебьет, выкину за борт. Королевская макрель. Ты хочешь савича? Я подготовлю рыбу. Прекрасно, брат. Так гораздо гуманнее, чем бить рыбу палкой. Боже, я впечатлен. Никогда не видел, чтобы ты так делал. Суши. Никогда в жизни. Рыба из супермаркета с этим не сравнится. Без крови, без внутренностей. И Гарретту не нужно ее закалывать. Получится салатник свежего сашими, савичи или жареная рыба. Все, что захотите. Вон в той стороне дом. У меня есть рыба, которую можно приготовить, а с ней вернулось настроение. Кажется, они возвращаются. Судя по всему, судно нагружено. Надеюсь, это рыба. Я вам не верю. Красивое полотенце. Оно продолжает морскую тематику. Скорее ловит судно, чем сам рыбак. Сегодня после полудня я с удовольствием займусь серфингом. Потому что позже... Вот он. Джастина, моя. Не обращайте внимания на размер рыбы. Сегодня в моем меню немного свежих суши и савичи. Это блюдо пришло к нам из Перу. В Мозамбике оно объединит разные культуры. И все же мое впечатление... Ну да, ну да. Майкл Джексон. Джастин сказал, у меня грязные руки. Теперь стараюсь не пачкать. У нас нет радиомикрофона, но мы попытаемся. В этом безлюдном месте на острове Базарута я приготовлю сашими. Вон там видно мелкую рыбу. Вряд ли где-то есть жизнь лучше. Итак, наш... Мозамбикский ресторан официально открыт. Первое блюдо – сашими из макрели а-ля Гаррет. Разрезаем рыбу прямо за плавниками. Старайтесь вести нож как можно ближе к плавникам. Все равно, что наблюдать, как машина снимает филе. Ешь. Смотрите, отличная работа. В идеале нужна ткань, пропитанная уксусом, чтобы нож не прилипал. Тебе нужна ткань? Влажная ткань. То, что нужно. Сейчас принесу. Иди вымы руки. Смотрите, он продолжает ловить рыбу в нашем ресторане. Молодец. Гарт – мой помощник на этом шоу. Видите, что он делает, пока я готовлю? Кто-то должен поймать рыбу. Это нехорошо. Думаю, мы должны быстро закончить с ланчем. Тогда я смогу половить. Вернемся на кухню. Очень важно. Я думал, это рыба. Единственное, что здесь важно – две основных вещи. Свежая рыба. Острый нож. Соевый соус. Васаби. Васаби. Соевый соус. Соевый соус. Васаби. Рыба. Рыба. Видишь мраморность? Прекрасно. Это жир, который содержится в рыбе. Дай мне проконтролировать ее качество. Ты сказал, что подождешь. Черт. Уже готово? Не ты ли говорил, чем голоднее человек, тем вкуснее кажется блюдо? А? Для голодных все, что не сделаешь, вкусно. Как вам этот парень? У меня в голове уже вертится мелодия. Помните ту часть передачи, где появляется музыка и все такое? Там звучит. Кулинария хороша тем, что здесь нет правил. Не нужна специальная обстановка или особая посуда. Нужна только сама еда и друзья, с кем поделиться. Это жизнь в самой простой и прекрасной форме. Добро пожаловать к Джастину в ресторан Джастиниуса и Гарта. Сегодня наше второе блюдо – сэвичи. Сэвичи – рыба, приготовленная в кислоте. Вот источник кислоты. Можно взять лимон или лайм. У нас лимоны. Ладно, ты готовь, а я на рыбалку. Удачи! Представь, что я делаю, пока ты ловишь. Наши шансы. До свидания. Удачи! Пока Джастин там развлекается, мне придется готовить. Я его поймал, да? Итак, что мы делаем? Нарежем филе толщиной 5 миллиметров. Здесь есть волокна, надо резать поперек. Как видите, можно резать толще, чем для сашими. Благодаря кислоте рыба приготовится и будет здорово. Как дела, приятель? Прекрасно у тебя. А, ты за этим. Прости, бар и ресторан в одном и том же месте. С вас 15 долларов. Аккуратно выкладываем кусочки на дно посуды. Сейчас мы их слегка приправим. Насыпаем это на рыбу. Немного соли. Много не нужно. Это морская соль, которую мы купили по дороге. Главное, не пересолить. А теперь займемся лимоном. Вся рыба должна быть закрыта. Выжимаем вот так. Семена останутся в руке. Это жгучий соус чили. Достаточно. Миллион раз видел, как это делают другие. Теперь попробую сам. Добавим кокосовой воды. Это даст тайский колорит. Поставим в нашу надежную морозилку минут на 20. И все готово. Закат. Думаю, сэвичи готова. Если вы еще не догадались, это отличный способ приготовления рыбы. Она готовится благодаря кислоте лимона или лайма. Выбор за вами. Посмотрите внимательно. Вся рыба стала матовой. Она готова. Можно есть. Итак, это второе блюдо ресторана «Гарта» и «Джастиниуса» на острове Базаруто. Я часто размышляю, есть ли у других столько же свободы, сколько у нас в Африке. Здесь можно ловить рыбу или готовить на пляже. Моя жизнь в Африке необычна. За это я ее и люблю. Ты сбежал от моей еды? Это фотограф Дуэйн по прозвищу «Удачный снимок». Так занят съемками, что забывает есть. Еще? Божественно. В Мозамбике каждый что-то поймает. Это звукоператор. Она усердно работает. А звук такой, потому что это дама рыбачит. День 26. Это наш последний день на острове Базаруто. Мне должно быть грустно, но я не грущу, потому что завтра в 5 утра мы отправимся на побережье Уайлдкост. Это одно из тех мест, которые я просто обожаю. Мне осталось только показать Джеремайи, как приготовить необычную курицу для моих друзей. Проходите на кухню. Пару месяцев назад ее опустошил циклон. Здесь небольшой беспорядок, но это кухня. Это холодильная камера. Кому в Мозамбике не захочется избавиться от 33-градусной жары, если ты сюда зайдешь, твои линзы запотеют. Я исчезаю. Хорошо. Это была шутка. Там страшно холодно. Нужно дождаться Джеремайю. Я встану в позу, ладно? Мы с Гартом приготовим блюдо из курицы. Это тесто подходило несколько часов. Здесь полтора килограмма соли, полтора килограмма муки и примерно литр воды. Как видите, тесто довольно плотное и тяжелое. Это для курицы, которую мы запекаем в духовке. Вы не представляете, как меня радует возможность использовать духовку. Очевидно, мы пришли в такое время, когда Джеремайя очень занят. В час дня здесь обслуживают ланч на 60 человек. Ребята, во сколько вы пришли сегодня утром? В 6 часов. В 4 утра. В 4? А во сколько закончите вечером? Джеремайя, главный шеф-повар. В 11. В 11. Джеремайя на кухне с 4 утра. И до 11 вечера. Да. Каждый день. Мне кажется, что-то тут было утеряно во время перевода. Человек-машина. Мощная машина. Я здесь умираю. Гард, правда на этой кухне ужасно жарко? Обычно на кухне совсем не так. Поэтому я весь потный. Я был на кухне. Смотрите, я как шахтер. Боже. Ребята, я смотрю, вы сегодня изработались. Сначала Гард приготовил приправу из трав. Это сухая смесь, лучшая из того, что тут есть. Травы, масло, лимонный сок. Молотый черный перец, щепоть морской соли, молдон. Все здесь. А затем чеснок. Столько перца для гостей будет много. Мне в самый раз. Джеремайя, сейчас мы сделаем следующее. И мы отделим кожицу от мяса. Вот так. Хочешь, чтобы я снял кожу? Нет, нет, оставь ее. Надо только отделить. Вот так. Берем это масло. С травами. И втираем. Это делается руками. Натираем мясо курицы под кожей. Грязная работа. Я пойду вымою руки. Спасибо, молодой человек. Сделаем таким образом. Подожди. Дай я вытру руки, прежде чем пить. Бо, спасибо за напиток. А теперь кладем внутрь лимон. Надо сделать лепешку толщиной полсантиметра сантиметра. Сейчас ты поймешь, зачем. Так, Джеремайя, кладем это сюда. Кладем прямо так. Да, а теперь заворачиваем курицу в тесто. Надо закрыть все отверстия, чтобы получилась герметичная упаковка. Вот так. После запекания в духовке тесто снаружи станет хрустящим. Это все равно, что небольшая печь. Мясо и все соки останутся внутри. А эту приправим пири-пири. В Мозамбике чувствуется сильное португальское влияние. Полюбуйтесь, что нас окружает. Какое еще кулинарное шоу может приехать в Мозамбик и нежиться тут на солнце? Джеремайя, у вас красивая страна. Да, она прекрасна. Ты счастливчик. Только надо больше выходных. Вон там Луи Длинный Объектив, режиссер моего рыбацкого шоу. Санел, видишь, как он трудится? Скоро присоединимся. Нам осталось только запечь курицу в духовке. Пойдем? Интересно, правда? Это сильно отличается от обычной запеченной курицы. Я иду в туалет. Кухня вон там. В этом вся суть. Как вы научитесь готовить, не экспериментируя? Ставим в духовку, нагретую до 180 градусов. Готовить от 40 минут до полутора часов. Большое спасибо. Ты ее попробуешь? Да, попробую. Хорошо. Пойду к бассейну и выпью коктейль. Сейчас я почти официально на отдыхе. Сейчас мне нужна пиноколада. Почему мой коктейль у тебя? Тебе несла. Боже. У меня здесь полная свобода. Я пью пиноколаду. Пиноколаду. Единственная проблема в том, что она будет стоить мне 15 долларов. Я банкротюсь, и мне придется самому финансировать это шоу. Не зря. Она появилась. Моя желтая бикини в горошек. На протяжении всего путешествия я говорил, что нам нужна девушка в желтом бикини в горошек. Вон она. Не показывай. Она увидит. Я не хочу знать. Я повернусь спиной. Я тут ни при чем. Что ты делаешь? Там девушка в желтом бикини в горошек. Ирония судьбы. Она тебя заметила. Курица готовилась примерно чуть больше часа. Пора проверить готовность. Воткнем. Оставим на 5 секунд. Если стержень станет горячим, потрогай. Трогаем осторожно. Если горячо, курица готова. Отличный вкус. Чуть солоновато. Если вы готовите для гостей, я бы советовал совсем не класть в тесто соли. Значит, можно положить меньше соли, да? Я добавлю чуть-чуть соли. Немного. Столько, сколько кладут в обычное тесто. Спасибо. Шеф-повар Джеремайя. Большое спасибо. Большое спасибо за рецепт. Надеюсь, это повторить. Только меньше соли, да? Да, да. Сними это. Сейчас все силуэты так красивы. Он потерян. И я все еще потерян. Все должны сказать «вкусная еда». И мы пойдем пить. Вкусная еда. Вкусная еда. Подождите, пока не попробуете. Я этим блюдом очень заинтригован. Наша курица. Возьми ножку. Отлично. Отлично. Вкусно. Прости. Небольшой совет. Это соленое тесто не слишком удачно. В следующий раз готовьте это без соли в простом тесте. У меня замечательная команда. Точнее, друзья. Знаете почему? Это блюдо, которое я приготовил. Общий принцип хорош. Запекание в сильно соленом хрустящем тесте не так хорошо. Готовьте дома в обычном тесте. Если только у вас нет таких друзей. Они принимают все, что я не приготовлю. Они говорят «вкусно», когда это не так. Таковы настоящие друзья. Я всего лишь человек. Каждый может в той или иной степени ошибаться. Я чаще других. Иначе это была бы другая передача. В конце фильма обычно показывают маяк или что-то в этом роде. А у меня трое сумасшедших друзей, бегающих на фоне заката. Это жизнь. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Здесь нет кадров, проезжающих мимо машин, вращающегося маяка или малыша, который рыбачит с луны. У меня три друга, играющие на закате. Понимаете? Ясно, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова